Эти кадры ждали своего часа более полугода. На них я съезжаю со своего полуподвала на улице с замечательным названием Бесики-стрит. На этих бесиках я, если стоял в полный рост своей комнате и смотрел в окно, я упирался взглядом ровно в ботинки проходящих людей. Тротуар был на половине моего окна и, пожалуй, это самое низкорасположенное жилье, в котором мне удалось пожить. Этим кадром уже аж полгода. С тех пор я успел еще раз сменить квартиру, но вот конкретно это жилище я, наверное, запомню на всю жизнь. Чтобы у вас не создавалась там иллюзия от того, как показывает камера, в ширину комната была где-то три с половиной шага. В длину, ну, шагов семь, наверное. В этом пространстве я умещал все свое съемочное оборудование, стол, компьютер и кровать с двумя матрасами. Здесь этого уже не видно, но какое-то время я складывал одну кровать в другую и клал матрасы друг на друга. Таким образом спал на высоте где-то, ну, метр двадцать, наверное. Чувствовал себя химкинской принцессой на горошине. Несравнимо ни с чем. Да, чуваки. Реально. Не вру, не кликбейт, не обманываю. Правда. Те, кто подписан на мой инстаграм, знают об этом уже давно. Тут сообщаю с опозданием. Примерно через две недели от момента, как вы смотрите этот ролик, я переезжаю в Америку. Я сам в это верю с большим трудом, хотя прямо сейчас сижу среди просто горы вещей, которые продаются, потому что нужно все срочно слить перед отъездом, но все равно не верится категорически. В этом ролике я весь свой мысленный поток за последние полгода, наверное, сформировал в абстрактные пункты и попытаюсь ответить на ваши вопросы, которые, наверное, сейчас у вас тоже появились. Если я на них не ответил, то пишите их в комментах. А мы начинаем. Здрасьте, вы на канале Сейна. Про свой визовый кейс я расскажу чуть позже в этом видео. Сейчас поговорим про самый доступный вариант для вас. Речь пойдет про вообще самый доступный способ приехать в США из всех имеющихся. Если вы хотите получить опыт жизни в Америке, увидеть вживую Гранд Каньон, огромный тематический парк Юниверсал или места, где снимались ваши любимые голливудские фильмы Нью-Йорк, Лос-Анджелес и другие большие американские города, то самый проверенный способ приехать в Америку — это языковые курсы. С этим вам поможет компания АНК. Основатели компании Антон и Кристина сами приехали в США на языковые курсы и поэтому знают все нюансы, подводные камни и могут помочь вам пройти через все это. Почему этот вариант такой доступный? Во-первых, на языковые курсы приезжают ребята самого разного возраста — от 15 до 75 лет. И это не шутка. С помощью АНК недавно получил визу мужчина, которому 72 года. Во-вторых, вам не обязательно иметь большую визовую историю. Студенческую визу вклеивают даже в пустые паспорта. В-третьих, уровень английского может быть как продвинутый, так и нулевой. Вы же все-таки едете сюда, чтобы его учить? В-четвертых, приехать можно в течение всего года, а учеба занимает всего 18 часов в неделю. Все оставшееся свободное время вы можете посвятить путешествиям, интеграции в американскую жизнь и даже открытию собственного бизнеса. Да, это не шутка. Реально по студенческой визе можно открыть свою компанию в штатах. И в-пятых, вы можете выбрать себе город и штат по вкусу. Ребята сотрудничают со школами в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Майами и длинном перечне других городов. За последний год, даже с учетом всей сложности ситуации в мире, с помощью АНК переехали в Америку более 700 человек из России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран. Всех ребят добавляют в общие чаты, где студенты кооперируются вместе, чтобы снять жилье, путешествовать. Некоторые даже открывают вместе свой локальный бизнес. Есть даже случаи, когда студенты при наличии на то оснований меняли статус визы на иммиграционный. И особенности именно студенческой визы, что продлевать ее можно бесконечно, ограничения нет. И за счет этого вам не нужно, как куча других мигрантов с другими типами виз, в торопях искать способы легализоваться. Есть случаи, когда студенты при наличии на то оснований меняли статус своей визы на иммиграционный. Студенческая виза этого не запрещает. И еще одна фишка, что студенческая виза может продляться бесконечно. За счет этого вам не нужно, как многим другим в торопях искать способы для легализации. В описании вы найдете гайд по самому доступному способу приехать в Америку и прокачать свой английский уже в этом году. И там же в описании вы можете найти видео про то, как живут студенты языковых курсов в Лос-Анджелесе и что они вообще думают про учебу в Америке. Так что если вы давно мечтали об Америке, самое время этим заняться. Ссылочки в описании. Возвращаемся к ролику. Первый абзац моей грустной поэмы – это бэкграунд. И я надеюсь, я последний раз рассказываю свою историю про Чехию на этом канале, потому что я сам себя ей уже невозможно достал. Но, чуваке, я четыре года безуспешно пытался переехать в Чехию. На мне это оставило огромадный шрам. И один из вот первых выпусков УЁ, я в нем говорил, что вот то, что я четыре года в Чехию собирался, собирался, не мог, не мог, а потом переехал в Грузию, это звучит как какой-то анекдот, внутри которого я оказался. И, конечно, рофл, да, что такая жизненная ирония. Но в этом жить от первого лица – пиздец как неприятно. Думаю, все, кто когда-то переживал в жизни какие-то вот такие масштабные жизнеопределяющие неудачи, может прекрасно понять, о чем я говорю, и насколько ужасно жить с вот каким-то незакрытым гештальтом, что именно что у тебя не получилось. Думаю, какие-нибудь спортсмены, которые там несколько раз тренировались перед олимпиадами, пытались на них попасть, и в итоге совсем ничего не выигрывали, или просто не могли туда попасть по каким-то другим обстоятельствам, они это потом еще всю жизнь помнят. По крайней мере до того, как что-нибудь еще эпичного не выиграют. И, собственно, всем, с кем я общался в Грузии за это время, я говорил, что да, здесь клево, классно, если бы я был пенсионером и вот хотел бы доживать свою жизнь, я бы с удовольствием доживал ее в Грузии. Замечательные люди, замечательный вайбец, замечательный климат, замечательные пейзажи, очень много всего замечательного. Но у меня сейчас мне вот 24 года, у меня жизненный этап, когда я хочу добиваться, достигать и ебашить, и Грузия не совсем про это, особенно для русских сейчас. Да, в общем, как и весь мир для русских сейчас. Но об этом позже. Короче, я всем говорил, что как только появится какая-то маза куда-то двинуть, я двину. Потому что тоже, почему было правильное решение переехать в Грузию еще тогда? Потому что это действительно запустило цикл миграций. Когда ты переехал и оказался в среде из переехавших в другую страну, то высокая вероятность, что они переедут снова. Собственно, я говорил, говорил и договорился. Маза появилась, и я ей воспользовался. Перейдем к более насущным вопросам. Например, зачем? В предыдущем выпуске Уйо я рассказывал, мол, Россия часто обесценивала мои достижения, а в моменте, когда началась война, вообще все, что я делал, разделилось на два. И нашлось огромное количество людей, которые в комментах писали, а че разделилось-то? У меня вот все нормально. Да и вообще, у нас, знаешь, промышленность только поднялась. Если это живые люди, а не боты, и если вы вот смотрите это видео и не понимаете, а че в России плохо-то, а че ты тут-то ничего не делаешь, то, ребят, у вас все очень плохо. Все более вменяемые люди, я думаю, как и я, прекрасно замечают, что даже помимо того, чего их уже лишили, их рублевый доход с каждым днем все больше и больше обесценивается. То есть, даже если я апаю там каким-то образом свои просмотры, свои возможности, начинаю получать большие суммы, все равно каждый день эта сумма обесценивается, обесценивается и обесценивается на общемировом рынке. И супер очевидно, что лучше получать в валюте, которая не обесценивается, и также очевидно, что в Америке платят гораздо больше, это знают все. Но также бытует мнение, что где больше платят, там и больше тратишь. И, собственно, будешь ты там получать свои 3000 долларов, но 4000 долларов будешь отдавать там за медицину, за налоги, за все-все-все. Короче, что там платят больше, но там и дороже гораздо. Но, чуваки, в этом и ошибка. Там действительно все дороже. Но то, сколько себе может позволить водитель автобуса в США на свою зарплату, несравнимо больше с тем, что может себе позволить водитель в России или СНГ. Это просто невероятная разница, и куча разных блогеров уже делали видосы с этим сравнением. То есть, да, они тратят больше и зарабатывают больше, но они не настолько больше тратят, насколько больше зарабатывают. И вот эта вот дискуссия про то, насколько еще нормально жить в России, существует только внутри России. Здесь делаю поправочку, что я не имею совершенно ничего против, никак не осуждаю чуваков, которые остались в России. Я прекрасно могу понять все ваши аргументы и причины, почему вы это сделали. И почему я не сделал так, я объяснял в своих предыдущих видосах. Но лично мой прогноз, исходя из которого я планирую свою жизнь, я вам его не навязываю, просто делюсь, что мои достижения не могут быть сохранны в России на протяжении там ближайших лет десяти. И все, что я постараюсь там сделать, вполне возможно послезавтра закроется, ограничится, уничтожится, отберется по каким-то разным причинам. Эти причины могут быть какие угодно, но я убежден, что они в ближайшие десять лет будут только появляться и появляться. Я что-то дал социопата, пока записывал этот видос, и очень как-то высказался сухо, как будто я все как киборг-робот это прошел. На самом деле хочется сказать, что это было пизда как сложно. Если это было не очевидно из предыдущих выпусков УЁ, переезд это просто пиздец как сложно. Особенно первый, и особенно в другую страну, я про другой континент сейчас просто не заикаюсь, потом расскажу, но и финансово, и морально, и организационно, и т.д. просто есть энная вероятность, что вы это не вывезете. И очень много кто, кого я здесь видел, они не вывозили переезд, возвращались обратно. Некоторые набирались силы и херачили в другие страны. Некоторые устраивали себе супер-трип, посещали три страны, а потом все равно возвращались, потому что это еще сложнее, чем предыдущие два варианта. И то, что я сейчас вот так рассуждаю о России, это все-таки следствие полутора лет постоянных страданий по этому поводу. Чтобы не создать у вас иллюзий и о своем патриотизме, и о потенциальных рисках и возможностях. Это в любом случае будет жесть, но даже вот по моему опыту за полтора года цель оправдывает средства. Единственное, что я не могу избавиться от ощущения того, что я вот дома не чувствую. И дом у меня остался где-то там в Москве, там эту квартиру, которую я до сих пор чувствую, как дом, ее сто раз уже пересдали. Она и не моя, и не чья, и все. Также я помню, как дом, свою квартиру в Химках, в которой тоже уже давным-давно кто-то другой живет. Однако же из всех мест жительства здесь все равно как-то одомашниться не успелось и не получилось, и это нормально для этого этапа переезда. И если вам кажется это небольшой проблемой, на самом деле это большая часть ощущения какой-то своей стабильности. И, собственно, как я говорил, что у меня родина, никогда ни на что другое не изменится. Так и пока даже в элементарном ощущении дома и других каких-то бытовых вещах не получилось это воссоздать. И это, наверное, закономерно. И так, наверное, и должно быть. Собственно, при чем здесь Америка, при том, что я понимаю, что этот цикл запустится снова. То есть, несмотря на то, что многое здесь для меня все еще чужое, многое здесь уже абсолютно свое. Там вот из разряда к этому виду я супер привык. К местному менталитету, магазинам, каким-то вот нормам общения, поведения, формальным диалогам. Ко всему этому я привыкаю, и все это окажется новым пиздецом в Штатах. Что ж, видимо, таков мой крест. Но главное, что я хотел сказать этим вот дополнительным куском, что я ни в коем случае не хейчу Россию, не агитирую вас всех взять и из нее переехать, и не пытаюсь вас убедить, что переезд это радужно прекрасно и решит все ваши проблемы. Нет, это создаст вам в три раза больше проблем, чем у вас есть прямо сейчас, за энную вероятность, что у вас все получится, и потом у вас проблем будет меньше. Или эти проблемы не будут связаны с воинским призывом. Ну хорошо, кто-то там в Америке что-то получает, а тебе что там делать? И тут мы подбираемся к самой интересной и ебанутой части всего этого. Прожиточный минимум в Нью-Йорке, а я еду в Нью-Йорк, составляет 1800 долларов. Для меня это пиздец как много. Я, очевидно, супер бедный для Нью-Йорка, но всю свою предыдущую жизнь я планировал так, чтобы стать медиашвейцарским ножом. Сейчас я много чего умею, параллельно с тем, как создавать блог, я организую команду для создания подкаста, я менеджерю проект, кому-то я делаю дизайны под ключ, параллельно с этим пишу тексты для песен, и очень много разного умею в медиа. Мой канал — это мое одно большое портфолио, доказывающее, что я могу брать сложные тематики, непопулярные сферы, работать с культурными институциями и из всего этого рожать контент, создавая его с нуля под ключ, придумывая концептуально, умея делать разные штуки в разных сферах. И, собственно, часть денег, которые я сейчас имею, я их имею за счет того, что какие-то люди, которые меня знают по моему YouTube-каналу, или просто, видя вот то, что я умею делать, мне доверяют, они вот делегируют мне определенные задачи, несмотря на то, что там дизайнерского образования у меня нет, на ютубера вообще нельзя отучиться и так далее. Сейчас я беру не слишком много таких проектов, потому что ни из Грузии, ни из России мне не могут заплатить больше, чем мне приносит YouTube, и я сосредотачиваюсь на этом. Но, во-первых, неизвестно, сколько осталось YouTube, а во-вторых, в Америке как раз-таки могут платить больше. И даже не говоря о том, чтобы соревноваться с американцами, что, конечно, хотелось бы, но звучит очень страшно, все равно русскоязычных мигрантов там очень много, как и в любой другой стране сейчас. Все это очень деятельные люди, которым всем что-то надо, и я уже однажды, вписавшись в одну мигрантскую тусовку, считаю, что смогу вписаться в другую. Является ли весь этот план какой-то ебанутой авантюрой? Ну, конечно. Понимаю ли я это? Понимаю. Но сейчас, мне кажется, у меня лучший возраст, состояние здоровья, моральных сил, хотя это спорно, чтобы подобные действия совершать. Когда пробовать, если не сейчас? А у вас будет живая возможность проследить, работает мой план или нет. Вроде как бомжи в Нью-Йорке тоже неплохо живут. А если вы как раз русскоязычный эмигрант в Нью-Йорке, которому нужны какие-то медиа-услуги, то здрасте-здрасте, привет, я здесь, пишите там в личке, любые я вам сразу отвечу. Вопрос, который невозможно было бы не упомянуть в этом ролике, так как переехать? Сразу скажу, у меня виза F2, я сопровождающий студентки, и большей части своей визы я обязан Насте Федько, которая поступила в ВУЗ, и, собственно, за счет того, что это был нормальный ВУЗ, она в нем сдала все экзамены, это выглядело убедительно для консульского центра, и я получил визу с ней заодно. Если вы тоже умный студент, настоятельно рекомендую вам почитать про то, как все это можно сделать, можно до сих пор поступить дистанционно, и кроме этого, открыта еще куча дорог. Но вы наверняка все последние полтора года слышали, что теперь все дороги закрыты. Что хотелось бы сказать по этому поводу? Я получил визу в консульстве в Ереване, которая считается красным, то есть, что там очень плохо дают, очень много отказов. И объективно, является ли данный момент худшим за очень долгое время для того, чтобы пытаться получить визу? Да, безусловно. Очень много отказов по сравнению с любым периодом. Но является ли это худшим моментом за ближайшее будущее время? Нет. Скорее всего, ситуация будет только ухудшаться. Как и в предыдущих пунктах, у меня нет цели вас напугать, я просто искренне так считаю, что нет момента для того, чтобы пытаться переехать лучше, чем сейчас. Вы раньше начнете, раньше закончите. В любом случае, дальше будет только сложнее, потому что все больше людей едут, едут и едут. Поэтому, товарищи, если вы долго думали о переезде, то вот ждать лучшего момента точно не стоит. И как я не хочу ничего плохого сказать про Россию, так же я не хочу ничего плохого сказать про Грузию. Я безумно благодарен этой стране за то, что она меня приютила, приняла. И несмотря на то, что здесь действительно, ну, можно найти там надписи на заборах «Russians go home», и действительно часть населения, оно против того, чтобы русские приезжали, однако же меня приняли отлично. Я здесь, несмотря на все кризисы, снимал три разных квартиры. Я здесь ел, пил, жил, ходил в аквапарк, катался на картинге. Короче, не отказывал себе ни в чем, вернее, мне ни в чем не отказывали. Почти всегда. И, собственно, как своеобразное выражение моей любви, я дарю вам гай. То, что вы сейчас видите, это чудо грузинских технологий. Пока в Москве и других российских городах бренно волочит свое существование вкусная точка, в Тбилиси неподалеку от оригинального Макдональдса существует Мак-Шурма. И в ней даже есть интерактивное табло. Весь интерьер также похож на макдональдсовский. Единственный ассортимент, не считая картошки фри, ни в чем не пересекается. И, чуваки, если вы в Тбилиси, я настоятельно вам рекомендую посетить Мак-Шурму, потому что это совершенно потрясающий экспириенс. И да, ребят, в Грузии шурма уникальная и восхитительная. То, с какой любовью грузины делают шурму, это просто невероятно. И качество этой шурмы по сравнению с российским, при том, в каждом втором месте, в котором вы ее возьмете, оно просто запредельное. Единственное, чтобы показать ее во всей красе и великолепии, в Мак-Шурме я ее покупать не буду, потому что тут она куриная. А вот место, в которое мы сейчас направляемся, это Марге. Здесь она свиная. Моя персональная рекомендация для создания бюджетного кайфа. Это зайти в Марге или Мак-Шурму. Они примерно на одинаковой удаленности от технического университета в Тбилиси. Здесь одноименная станция метро. И вот это вот бесплатная территория, в которой тенек. И, ребята, сейчас без пизды 35 градусов. Если бы не вы, я бы на улицу не вышел. Проявите активность под роликом за это. И все это дело я рекомендую вам запивать не колой фанты и спрайтом, а местными фишками. Например, грейпфрутовым капи. Они мне нисколько не заплатили, но я выпил такое количество грейпфрутового капи за все это время, что реально готов стать амбассадором. Жалко, я больше никогда его не попью. Но это местная версия палпи. И именно грейпфрутовый вкус, какой-то невозможно охеренный. Кроме этого, рекомендую попробовать тархун именно от Казбеги. Это внутригрузинская фишка, но вот так выглядит на Тахтаре. И это скорее на экспорт, типа для туристов, да, и для жителей других стран. А вот Казбеги, это для тех, кто действительно шарит. И мы устраивали с друзьями слепое тестирование и пили с закрытыми глазами на Тахтаре и Казбеги. И выборка небольшая, нас было три человека, но все выбрали Казбеги в нескольких даже видах газировки, а тархун Казбеги это просто нечто. Так вот, сейчас вы увидите маленькую шурму. Вот это вот маленькая шурма. Она буквально размером с мою голову. Для большей экономии вы можете брать большую шурму на двоих, и тогда это будет еще дешевле. Но самое главное, что это за шурма? Она мясная. Именно в морге используют свинину, и при этом это супер гармоничная, супер сочная шурма. То есть сколько я в Москве ел шурмы, которая именно была жесть, какая сухая, и жесть какая негармоничная. В Грузии такое было всего пару раз. И здешние сетевухи шурмы, что морге, что макшурма, и везде она была плюс-минус похожая, и везде просто охеренная. Шурма Тарантино рекомендую особенно. Но важный момент, здесь также есть турецкая шурма, и она вот вообще другая, никак не связана с этим. Есть также арабская, и вроде как еврейская. И при этом грузинская фишка, у них здесь очень сильно в ходу небольшие перчики, типа халапеньо. И именно вот обычно там в России халапеньо большие, а тут это именно вот такие маленькие перчики, они продаются в магазинах, и, например, в макшурме вам могут положить перцев в саму шурму, и еще дать с собой маленькую такую вот, как рюмочку, с этими тоже перчиками. Это просто невероятно. Доставки быстрые, правда, готовят, вот они не быстро, но при этом, вот насколько люди любят морге здесь, что недалеко отсюда есть целая улица с разной шурмой, в конце этой улицы такой же ларек морге, и у него всегда огромное количество народу. То есть можно было не стоять в этой очереди полчаса, но люди идут именно за этой шурмой, и, честно говоря, мне очень сложно записывать этот фрагмент из-за количества слюны во рту, поэтому, товарищи, я отключаюсь. Заключительный пункт это почему я думаю, что это сработает. Во-первых, потому что я довольно живучий таракан. У меня мой экспириенс в Тбилиси, да и, честно говоря, до этого в жизни очень много разных испытаний мне подкидывал, и из них всех я каким-то образом чудесным иногда выбирался. В случае с Тбилиси тоже я уже успел и в подвале пожить, и в коммуналке пожить, и в землянке пожить, на отшибе города выходить из дома и видеть коров. Много разного пережил, во всех этих случаях я по-разному добывал деньги с помощью своих скиллов, где-то своего блога, где-то по-разному. Короче, это все у меня как-то получалось, поэтому я думаю, что получится и далее. А во-вторых, ребят, сотню лет уже, буквально, русскоязычные иммигранты херачат в Америку, притом многие без языка. Я реально, я очень много видео про Америку посмотрел, и вот периодически слышишь вот какие-то штуки, включаешь там разоблачение Америки, здесь на самом деле не так уж много платят и вообще хуёво. Смотришь дальше ролик, и человек такой, так, ну, я приехал сюда, у меня жена и ребёнок, и, знаете, я вот устроился на работу, жена у меня не работает, сидит с детьми, и я вот один получаю, мне вот, в принципе, на аренду хватает, но бензин дороговат, знаете, да, я думал, я буду получать 6 тысяч долларов, а получаю 4, ну, как так. Конечно, вот да, надо английский подучить, жалко, что ни я, ни жена на нём не разговаривают. И я, если что, совершенно не хочу осудить таких людей, я наоборот, ими восхищаюсь. Вы вдумайтесь, люди едут без языка, целой семьёй, при том, что даже там может работать один человек. Если вы просто погуглите на ютубе истории переездов людей в Америку, ребят, там были настолько хуёвые ситуации, в которых я и вы в жизни вообще никогда не были. И тем не менее, люди справлялись. Опять же, есть фактор ошибки выжившего, и те, у кого ничего не получилось, особо ничего и не рассказывают часто. Хотя, честно, с ютубом как будто вот нормально поразоблачать Америку, чё это милое дело. Ну, anyway, много очень разных вариантов, почему у меня может это не получиться. Я сам люблю попессимистичничать, попредставлять ужасные исходы, как самолёт разобьётся, меня прям на входе повяжут там из-за моей прически, которая им не понравилась, ещё какая-нибудь фигня. Короче, херовых исходов я сам представляю очень много, но у вас, опять же, будет способ их все увидеть. Обещаю, что если окажется, что в Америке полный пиздец, всё плохо и вообще туда ехать не стоит, я вам об этом в красках расскажу. Рекомендую поставить колокольчик, лайк, подписаться на канал, если вы, не дай бог, ещё не подписаны, и ещё пройти по ссылочкам в описании, например, на мой очень красивый инстаграм подписаться, там всё явно быстрее будет появляться, чем на ютубе, и другие соцсети, вот реально, чуваки, тикток, телеграм, всё остальное у меня такое пиздатое, если вы не заходили, вы просто не знаете, рекомендую вам зайти, тыкать, подписываться и всё остальное. А на этом всё, спасибо, что досмотрел, you know where is the subscribe button, нах вам дис, а!